Всем привет! Сегодня я продолжаю свои европейские приключения по Северной Европе и нахожусь я рядом с Осло в самом лучшем парке Норвегии Тюсенфрют. Здесь самые экстремальные аттракционы, здесь есть аттракционы, которых всего три на весь мир, поэтому сегодня я вам все покажу. Погнали со мной, будет интересно! И перед тем, как я зайду в парк, хочу вас попросить подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Немного необычный в парке вход, так как многие аттракционы расположены на горе. Тут есть такой эскалатор и прямо над эскалатором пролетают люди. В целом парк достаточно интересный, так как здесь есть горки на любой вкус и есть аттракционы и для самых маленьких, и семейные аттракционы. Ну, естественно, для любителей экстрима тут тоже найдется местечко. Аттракционы расположены достаточно близко друг к другу, магазины тоже есть, но их не так много. Если вы все-таки захотели заглянуть в магазинчик и приобрести какие-то сувениры, сейчас я вас немножечко сориентирую по ценам. Ну, вот, например, такая вот бутылочка стоит 69 крон. Питьевая бутылочка для ребенка. Что касается еды, здесь есть вот такие фудкорты. Цена, в принципе, достаточно доступная, где-то все в районе 8-9 евро. Оплата, естественно, производится в кронах. Конечно, это уже не первый парк аттракционов в моей жизни, поэтому здесь я жду чего-то экстремального, сверхъестественного. И, надеюсь, я сегодня это найду, потому что здесь есть не только обычные горки, но еще и водные горки. Аттракцион для деток, почувствую себя байкером. Сейчас пойду кататься на вот этой замечательной деревянной горочке Пандер, и потом расскажу о впечатлениях. Ребята, это жесть! Вообще просто! Я получила такую дозу адреналина! Есть здесь вот такая горка, она, в принципе, достаточно не страшная, но зато она в лачках в виртуальной реальности. Но вы можете выбрать спуск и без них. Здесь, прямо рядом с этой экстремальной каруселью, такой уголок дикого запада. Здесь есть аттракцион, который есть, в принципе, у нас в Санкт-Петербурге на Дивоострове. И вообще во многих парках мира свободное падение. Тут есть детская большая зона с каруселями для самых маленьких. Естественно, вход с родителями на такие крутилки-вертелки. Тело на аттракцион сейчас. Это как буговая тарелочка. В Питере называется это аттракцион «Пятый элемент». Ну, а здесь раскачивание выше гораздо идет, поэтому это будет еще интереснее. В общем, ребят, прошло 15 минут времени. Мы все сидим, мы не запускаемся. И это вообще, на самом деле, печально, потому что солнышко светит прямо на нас. Мы сгораем. В общем, меры безопасности, они, наверное, доведены до абсурда. Реально, вот уже 6 кругов он прошел и проверил каждый раз, чтобы у каждого все было окей. Ну, сейчас посмотрим, поедем, не поедем. Ура, наконец-таки мы едем, ребята, 15 минут. Вообще жесть. Горки здесь действительно классные. И могу сказать, что даже если горки повторяются с российскими, то чаще всего получается такая интересная вещь, что их либо раскачивают больше, либо раскачивают дольше. Поэтому, в принципе, здесь такой парк действительно более экстремальный. Кстати, этот парк интересен еще и тем, что здесь бесплатный фитнес. Здесь везде такие горочки, уклончики, лесенки. Поэтому ваши ляжки будут всегда в тонусе. Статуи как будто из Властелина колец. А сейчас мы отправляемся с вами на водные горки. Здесь их где-то 3-4 штуки. И они такие достаточно экстремальные, интересные. Но мочат они вас, конечно, капитально. Прямо до нитки. Стилизация всех водных горок выполнена под викингов. И у вас такое ощущение, как будто вы находитесь в ладье и движетесь по склонам. И дальше проваливаетесь в водопад. Прямо до нитки. Вот я и прокатилась на всех водных горках парка и могу рассказать о своем впечатлении. Что касается именно экстремальности и интереса, да, все эти горки классные. Я бы их очень рекомендовала, потому что, ну, действительно, позитивные впечатления вы здесь получаете. Сейчас буду кататься на горке, у которой 100 км в час ускорения. Крутая горка. Ну, а мы продолжаем кататься и сейчас одна из экстремальных горок, Красная горка. Короче, эта горка, она, в общем, запомните, называется Лупан, петля. И, черт возьми, это не столько быстро, сколько больно. Это действительно больно, потому что штормит по всему креслу. И как-то вообще ощущение такое, что плечи завтра не будут очень болеть. Интересно, что в билет парка входит еще и билет в открытый аквапарк, который здесь под открытым небом. Да, здесь буквально несколько горок, но если погода хорошая, вы здесь отлично развлечетесь. А еще в этом парке есть шоу с автомобилями. Сейчас пойдем посмотрим, что же там показывают на этом шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока!